Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. При поддержке атомщиков организована социально-культурная смена «Активный возраст». Атомщики провели субботник в рамках национального проекта «Экология». В Десногорске выступили участники проекта «10 песен атомных городов». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2501 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 7 дней сентября составила более 300 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 14 миллионов. С начала года выработано более 13,8 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана – 345 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 5 сентября в Десногорске завершилась первая социально-культурная смена для пенсионеров и ветеранов труда, посвященная 75-летию атомной промышленности. Проект «Активный возраст» стал победителем конкурса социальных проектов Общественного совета Росатома. Его главная цель – привлечь к активному участию в проектах по развитию города людей старшего возраста, повысить качество жизни ветеранов и всех жителей города-атомщиков. Как отметил на торжественном открытии смены глава Десногорска Андрей Шубин, проект «Активный возраст» объединил активных, полных энергии людей, которые задают вектор движения вперед и охотно делятся своим опытом и знаниями. Каждый день для участников смены был насыщен интересными событиями – занятия спортом на свежем воздухе, творческие задания, квесты, встречи со спикерами из разных сфер деятельности, с представителями органов власти, культурно-массовые мероприятия, подведение итогов дня у вечернего костра, как в старые добрые времена пионерских отрядов. В гостях у ветеранов побывали депутат Государственной думы Российской Федерации Ольга Окунева, депутат Смоленской областной думы Михаила Осенко, заместитель директора Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий, представители администрации города МЦЧ-135. Хочется, конечно, поблагодарить концерн, что они осуществляют вот такие общественные проекты на территориях присутствия концерна. И администрация муниципального образования, создав вот такие условия для общения, на самом деле сформировали еще такую группу экспертов о том, как идет жизнь в городе. Тем более, каждый день сюда приезжают и представители власти, и представители органов правопорядка. То есть проходят разные встречи, и жители города могут высказать в том числе свои пожелания, чтобы качество жизни в городе Десногорске становилось лучше. Проект «Активный возраст» стал не только новым для Десногорска, но и для всей области. Эта смена призвана способствовать единению представителей старшего поколения горожан и к дальнейшему созиданию на благо Десногорска. Своим примером они также вдохновляют молодежь на добрые дела. Идея проведения такого мероприятия, по сути дела, фантастическая. Она впервые проводится на нашей базе и собрала людей, которые, по сути дела, посвятили всю жизнь нашему городу. Строили его, строили станцию, эксплуатировали блоки. Думаю, что эта встреча пойдет нам на пользу. Мы заряжаемся просто-напросто энергией, желанием еще делать что-то. 4 сентября смоленские атомщики провели второй «Экосубботник» в рамках федеральной целевой программы «Вода России» – национальный проект «Экология» и экологического марафона «Зеленая весна». Усилия работников Смоленской АЭС, ветеранов станций и организаций молодых атомщиков были направлены на очистку берега около Трояновского водозабора Смоленской АЭС. Целью этого мероприятия является очистка берега от бытового мусора, ликвидация свалок несанкционированных, оздоровление экологической обстановки. Эти мероприятия не первые, не последние, регулярные. Будем их проводить постоянно. За несколько часов участники акции собрали 198 мешков мусора. Пластик и битое стекло составили большую его часть. Для того, чтобы справиться с переработкой выделяемых ими веществ, природной экосистеме понадобилось бы несколько сотен лет. Сегодня сохранение качества жизни людей и здоровья нынешнего и будущего поколения ставится в прямую зависимость от экологического благополучия региона. И, конечно, это благополучие зависит от нас. Поэтому мы призываем всех принимать участие в подобных акциях и обязательно нас поддерживать. Инициативу атомщиков поддерживают и гости города, которые ценят красоту водохранилища и его берегов. Призываю людей не лениться, потратить две минуты времени, собрать мусор и всего лишь донести несколько шагов до мусорных баков. Слава Богу, они здесь есть. Здесь это не редкость и, я думаю, это не составит большого труда поберечь природу. Дорогие Десногорцы, это очень прекрасный город с очень красивой природой и давайте мы ее вместе сохраним. 6 сентября в Десногорске состоялся концерт проекта «10 песен атомных городов», посвященный 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности. На праздники музыки вместе с артистами зажигали жители разных возрастов, исполняя любимые всеми хиты. Музыкальный проект территории культуры Росатома, стартовавший в 2017 году, объединил талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах госкорпорации. С их участием были созданы уникальные видеоклипы с любимыми песнями жителей Атомградов. Проект «10 песен атомных городов», идея которого принадлежит известному российскому продюсеру и музыканту Тимуру Ведерникову, поддержала руководство Росатома. «75 лет, тур, а это у нас четвертый концерт, я даже вспомнил, это позже уже концерты перепутываются, перепутываются города, хотя Десногорск очень трудно перепутать с каким-либо другим городом, он мне безумно нравится, у вас потрясающие люди». В продолжение вечера со сцены звучали известные хиты, такие как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «А знаешь, все еще будет», «Непогода», «Мой друг» и другие. Зрители радостными овациями приветствовали земляков, участников проекта Андрея Моисеева, Владимира Платонова, Виталия Сладкова. Каждый из них привнес в исполнение свою манеру и колорит родного города. А песенку бременских музыкантов спели хором юные десногорцы, не побоявшиеся выйти на сцену вместе со взрослыми солистами. Глава Десногорска Андрей Шубин уверен, что этот музыкальный праздник останется в памяти жителей города надолго. «Два года назад данный проект уже проходил на территории нашего города. И нам очень приятно, что в год 75-летия атомной отрасли данный проект вновь вернулся в город Десногорск. И жители получают хорошие эмоции». Действительно, в этот вечер всех по-настоящему объединила великая сила музыки, подарив прекрасное настроение и заряд бодрости на предстоящую рабочую неделю. «Как здорово, что в нашем городе проходит такой замечательный концерт, который дает много энергии, стимула. Все замечательно и хорошо. Ура!» «Очень классный праздник. Хороший, добрый. 75-летие атомной отрасли. Хорошее настроение. Посмотрите, сколько горожан. Всем хорошее настроение». В ближайшее время гастрольная группа отправится по другим городам дарить радость жителям огромной страны под названием «Росатом». На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской атомной электростанции. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях. Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.